В Пензенской области отметили 84-ю годовщину со дня образования Бековского района. Торжества прошли под девизом «Живи и процветай». Река Хапер, Яблоневые сады, готический замок Устиновых. О местных достопримечательностях знают далеко за пределами области. Местных жителей поздравили почетные гости из Пензы. Рассказывают наши региональные коллеги. День района для Бекова – событие, пожалуй, даже более значимое, чем День города для Пензы. Детские аттракционы, прилавки с сувенирами, непрерывная череда местных звезд эстрады. Праздниками такого масштаба райцентры не избалованы. А мы каждый год ходим. Каждый год ходим. Это наш праздник нашего района. Дочь у меня тут сегодня выступает, поэтому я и здесь, она танцует. Хапер, Яблоневые сады и готический замок Устиновых. О достопримечательностях Бековского района знают далеко за его пределами. Своим краем здесь по праву гордятся, слагают о нем стихи и песни. Здесь веков снеграй наш, на веки любимый, здесь милое сердце, родная земля. Беково – это моя родина, так сказать. Это много для меня значило. Мы уехали, в принципе, 10 лет назад. Я уехала на Светяну. Поселок наш, природа наша, речка наш Хапер, который славится не только у нас в Беково, но и за пределами все о ней знают. Бековский район небольшой, чуть больше 17 тысяч жителей, 34 населенных пункта. Здесь до сих пор говорят, что в 17 веке эти места называли Крымом, Московией. Мы, бековчане, по праву можем гордиться своей землей, ее традициями и богатой историей. Ко дню района обновили местную доску почета. На ней механизаторы, животноводы, водители, сварщики, кондитеры, спортсмены. Кавалер ордена Ленина, агроном Зинаида Ионова и комбайнер Сергей Землянов стали почетными гражданами района. Бековская земля всегда славилась и славится не только своим плодородием, не только прекрасной природой, но, самое главное, великими труженьками, которые живут на прекрасной Бековской земле. Со стадиона Старт бековчане не спешили расходиться, даже когда стемнело. Завершился праздник салютом и дискотекой.